Следующая задача возникла, она, видите, более-менее свежая, это позапрошлогодний ГОС 2018 года, задача 5b, она возникла из эксперимента, сделанного где-то в августе месяце 2018 года, а контрольная была зимой 2018-2019 года, то есть практически очень свежий результат. Конечно, задача немножко упрощена, условия невозможно всё изложить, но поскольку здесь у нас консультация, есть возможность всё это рассказать более подробно, то я так и поступлю. Значит, использовался цилиндр, задача шар для простоты, сказано, что есть вакуумированная камера. На самом деле это был некий цилиндр, который находился действительно в вакуумированной камере с помощью, через окошко прозрачное, он импульсом лазера нагревался до температуры примерно 450 кельвинов, а в вакуумированной полости, кроме вот этого цилиндра, которые нагревались, находились замедленные до температуры несколько нано-кельвинов, так называемые охлаждённые атомы. То есть это можно было считать практически неподвижные атомы цезия. И затем с задвижением этих атомов цезия наблюдали с помощью атомного интерферометра. Значит, атомный интерферометр — это интерферометр стандартного типа, только вместо электромагнитных волн используются Дебройлевские волны атомов. Если они движутся, то у них возникает под действием какой-то силы, то возникает Дебройлевская волна, и, соответственно, она может быть измерена, найдена скорость, найдено ускорение, что, в общем, и делали экспериментаторы. Вот. Значит, у них получалось, что атомы, которые находились ниже вот этого цилиндра, вот тут, грубо говоря, у меня тут есть под рукой цилиндр, вот он нагревался, тут были атомы, и атомы втягивались в цилиндр. Естественно, что такая задача неразрешима для третикурсника, учитывая все тонкости геометрии, поэтому мы ее упростили. И в данном варианте задача выглядит так. В вакуумированной комнате, извините, в вакуумированной камере находится нагретый, вот я так нарисую камеру, находится нагретый до шар радиуса R, нагретый до температуры T. А на расстоянии R от него находится атом цезия в основном состоянии. Можно считать, что этот атом покоится. Известна поляризуемость атома цезия в основном состоянии в области инфракрасного излучения. Почему тут сказано инфракрасное? Потому что температура 450 кельвинов, это соответствует инфракрасному диапазону. Все вы хорошо знаете, что если вы смотрите всяческие фильмы, боевики, где ночью происходят какие-то боевые действия, то используются инфракрасные детекторы для движения. Человек излучает примерно соответствие, как абсолютно черное тело, при температуре около 310 кельвинов. Это соответствует инфракрасному диапазону. Ну, 450, можно тоже считать, что это ик-диапазон. Нужно найти величину и направление силы, действующей на атом. Значит, пренебречь всяческими силами тяжести и силами радиационного давления. Ну, это мы немножко прокомментируем в конце. Температуру стенок камеры считать пренебрежимо малой по сравнению с температурой вот этого шара. Значит, первый вопрос. Почему вообще действует сила? Ну, ответ очень простой. Шар нагретый, он излучает тепло. Значит, это есть излучение абсолютно черного тела. Мы будем использовать эту модель. Но тепловое излучение есть то же самое электромагнитное излучение. Ну, только, так сказать, его энергия, его квантов, зависит от температуры согласно распределению планка. Вот. Поскольку это электромагнитное, тепловые излучения, это электромагнитные колебания, вот тут в основном ик-диапазон при такой температуре, то это электромагнитные волны излучаются шаром во все стороны, и в частности, атом цезия находится в этом электромагнитном поле. В отсутствии электромагнитного поля атом цезия находился в основном состоянии, напомню, что атом цезий — это элемент первой группы, у него один валентный электрон, он находится в S-состоянии, и, соответственно, никакого заряда у атома нет, поэтому поле не может действовать на заряд, атом нейтральный. На что может действовать поле? Если оно неоднородное, оно может действовать на дипольный момент. Но дипольный момент в основном состоянии у атома отсутствует, поскольку S-состояние — это сферически симметричное, нет выделенного направления, куда смотреть вектору дипольного момента. Поэтому дипольный момент у атома отсутствует, а когда вы его помещаете в неоднородное электрическое поле, он возникает, это есть наведенный дипольный момент. И тогда дипольный момент взаимодействует с тем же полем, которое его породило, и атом, как диполь, приобретает потенциальную энергию. Эта потенциальная энергия записывается в следующем виде. У от R равняется минус альфа пополам среднее по времени от Е квадрат от РТ. Значит, угловые скобки означают усреднение по периоду колебания электромагнитного поля. Значит, это такой квазиупругий диполь у нас, как известно. Теперь нам нужно выразить через параметры излучающего шара средний квадрат поля. Естественно, он зависит только от координаты, от времени он не зависит от того, что это есть синус квадрат или косинус квадрат омега Т, и при усреднении это даст одну вторую. Но мы не будем конкретно это писать, мы напишем следующее. Плотность энергии как функция радиус, это плотность электромагнитной энергии. Она состоит, естественно, из плотности, связанной с электрической компонентой электромагнитного поля разделить на 8π и магнитной компонентой электромагнитного поля делить на 8π. Поскольку эта волна соответствует осциллятору, то согласно теореме для осциллятора среднее значение кинетической и потенциальной равны, точно так же в электромагнитной волне среднее значение Е квадрат и среднее значение Б квадрат одинаковы. И тогда это просто два одинаковых члена, и мы можем переписать это как среднее значение Е квадрат от РТ разделить на 4π. Теперь нам нужно подставить это выражение в формулу для потенциальной энергии, и мы с вами получаем, что у от Р это и есть минус 2π α ρ от Р. Ну а сила, естественно, равняется минус градиенту от Р или равняется 2π α градиент ρ от Р. Таким образом, задача состоит в следующем. Как найти градиент плотности электромагнитной энергии, излучаемой шаром в окружающее пространство? Значит, мы воспользуемся законом сохранения энергии и стационарностью картины. То есть, за время эксперимента температура шара всё время поддерживается постоянной, и тогда мы знаем, что согласно закону Стефана Больцмана, с каждой единицы площади в окружающее пространство и спускается количество энергии, равное ДЕ, которое есть излучательная способность на поверхность и за время ДТ. То есть, это равняется σt в четвёртой 4πr квадрат ДТ. Значит, теперь проведём сферу на расстоянии r и посмотрим. Значит, излучение распространяется по радиусам, поскольку всё изотропно, нет какого-то выделенного направления, в котором идёт излучение. То есть, вот эта вот излучённая энергия, она как бы раздувается так, и через ДТ, если вот эта же энергия, которая ушла с поверхности шара за время ДТ, теперь мы рассмотрим, когда эта энергия пришла вот сюда, вот на расстояние r, и за время ДТ она заполнит вот такой сферический слой. Поскольку толщина его ДР равняется СДТ, поскольку электромагнитная энергия движется со скоростью равной скорости света, и тогда мы можем написать, что эта же величина ДЕ может быть записана так. Ро от Р на ДВ, где ДВ – это объём шарового слоя, или это равняется Ро от Р 4ПР квадрат ДР, или Ро от Р 4ПР квадрат СДТ. Теперь надо приравнять вот эту величину, вот этой величиной, ДТ выпадает, вот 4П тоже выпадает, и мы получаем, что плотность Ро от Р, это и есть Сигма Т в четвёртой разделить на С, Р квадрат на Р квадрат. То есть мы получили стандартный закон убывания плотности энергии по закону обратных квадратов. Ну, если мы умножим с вами плотность энергии на скорость света, мы получим вектор пойтинга, то есть мощность, которая излучается с шаром. И таким образом, естественно, что получился закон единица на Р квадрат. Теперь нам нужно найти силу. Для этого нужно подставить в уравнение. Найдём силу, это вектор. Это будет равняться, я напомню, у нас там формула 2П альфа градиент Ро, это будет равняться минус 2П альфа Сигма Т в четвёртой Р в четвёртой на С. А здесь нужно взять производную единицу на Р квадрат. Тогда это будет единица 2 делить на Р куб и на единичный вектор вдоль радиус вектора Р. Вы видите, что сила направлена против нормали. Это означает, что атом притягивается к шару. Ну, конечно, атом притягивается не к шару. Атом втягивается в область с большей величиной электрического поля. Что, естественно, все хорошо знают, если взять, порвать мелкие кусочки бумаги, взять расчёску, её потереть, приложить, то кусочки бумаги притянутся к расчёске. Это будет означать, что в неоднородном поле кусочки бумаги приобрели дипольный момент и втянулись в область более сильного поля. Значит, представляет интерес нахождение величины силы, модуля её. Значит, если мы подставим сюда все числа, я не буду уже делать это вычисление, то ответ будет такой, 4,55 на 10 минус 26 дин. Ну, конечно, это какая-то, кажется, астрономически маленькая величина, и задетектировать её вряд ли придётся. Но не надо забывать, что речь идёт об атоме, который сам весит мало. И реально в эксперименте искали ускорение. А равное моду лев разделить на массу цезия. Вот. Давайте посчитаем. Значит, 4,55 на 10 минус 26 цезий, атомный вес 133 на 1,67 на 10 минус 24. Если мы это посчитаем, то получится ускорение порядка 2 на 10 минус 4 сантиметра на секунду в квадрате. Такое ускорение легко может быть определено с помощью, вот я уже сказал, атомного интерферометра. Тем более и полученный нами результат в нашей такой модельной задаче не сильно отличается от того, который был задетектирован авторами этой работы.